Приветствую, мои друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. И смотрите, я покажу вам сейчас хороший домик. Действительно, хороший домик. Он стоит своих денег. Если кто-то думает, что я буду показывать дом за 3 миллиона рублей, таких цен в Сочи нет. И за 4 миллиона рублей тоже нет. А вот земля, например, за 4 миллиона есть хорошая. Давайте я вам покажу интересный домик. Вот видите, здесь уже почти сделали парковочку. И дом находится на 3,5 сотках земли. Снаружи, блин, твердая пятерка. Я даже сказал бы не пятерка. Твердая-твердая десятка. И действительно, домик красивый. Уже почти все сделано. Давайте зайдем посмотрим, чтобы у нас не дул ветер. И попробуем посмотреть, что же здесь такого интересного у нас имеется. Итак, что мне понравилось? Лестница, ребят. Офигенная, красивая лестница. Я первый раз в жизни вижу в Сочи нормальную лестницу. Здесь, понятно, что будет кухня-гостиная. Здесь же у нас уже висит современный котел. Здесь у нас есть газ. И, соответственно, здесь у нас будет санузел, ребят. Как бы вот, все уже для вас сделали. Потолок, тут подсветка, ребят, просто бомбическая. Сейчас я вам включу, и вы сможете все это оценить. Ну, вот так вот, да, красиво все у нас. И, конечно же, конечно же, вот у нас парковка на два автомобиля. И до школы, ребят, всего лишь 300 метров. 300 метров до школы. То, что вы хотите. Хорошие оконные группы, хорошо все сделано. Хорошее напольное покрытие. Уже, в принципе, сделан ремонт. Можно заехать сюда и жить. Он в стиле хай-тек. Это в Сочи модно, в стильном, красиво и так далее. Сейчас мы давайте еще раз насмотрим. Вот котел стоит. Огромнейший котел. Хороший, качественный. Везде сделаны теплые полы. Все работает. В доме тепло. Именно поэтому я снимаю в данный домик в одной футболке. Давайте поднимемся наверх. Конечно, немножко еще до ума не доведено. Но уже красота определенная имеется. Тут же мы с вами попадаем на второй этаж. И на втором этаже у нас санузел готовый. Инсталляция. Все супер, все классно. Посмотрите, да? Ну, хорошо сделано. Ну, реально хорошо сделано. И плитка большая, дорогая. Тут же мы с вами попадаем в одну спальню, которая закрыта. И попадаем с вами в еще одну спальню. Тоже, да, спальни, может быть, и небольшие, ребят. Но зато у каждого члена семьи будет своя спальня. Окна в пол, теплые полы. И вот она, школа. Вот, ребят, вот она, школа. Прямо на бане, смотрите. Вот она, школа. Все сделано. Все сделано хорошо, добротно. Ну, и, конечно же, фишка данного дома в том, ребят, что здесь еще есть у нас, есть эксплуатированная кровля. Сейчас мы тоже с вами попробуем все это посмотреть. А вот у меня здесь оба полы. И эксплуатированная кровля. Конечно, кто-то скажет, Макс, не упади ты к жукам майским. Вот, посмотрите. И кедрели, феник. Ну, знаете, я для вас готов заниматься самопожертвованием. И готов лезть туда, куда нормальный для елкорника в жизни не полезет. Здесь пока еще лестница у нас не пришла. Но скоро лестница будет. Итак, что мы с вами имеем? Смотрите. Если вдруг хочется выйти и подышать свежим воздухом. Сейчас мы решим, как она открывается. В общем, сейчас пока что-то хуже решим. Так вот, здесь у нас имеется душ. Здесь у нас имеется сауна. Слушайте, классная сауна. Прям пахнет липой. Вот такая каменка. Блин, классно. Блин, мне нравится все. Я не знал, что так будет хорошо. Тем более всего лишь за 16,5 миллионов рублей. Офигенно. Сейчас, секундочку, ребята, подождите. Я разберусь, как она открывается. О, все, извиняюсь. Ну и, конечно же, вот такая эксплуатированная кровля. И когда мы выходим на эту кровлю, мы видим просто офигенный вид на горы. Вид на горы гораздо интереснее, чем вид на море. И каждый из вас с этим согласен. Что касается по участку. Участку. Вот рядышком такой же домик. Но он уже продан. Вот, ну да, рядышком парковочка. У всех одинаково. Заборчик. Посмотрите, все красиво, все добротно, все хорошо сделано. Все сделано просто потрясающе. Ну и, конечно же, вот такой дом в стиле хай-тек. Я считаю, это хорошая, классная тема. Но в любом случае лучше, чем вот такой домик сделать. С дерева, с крышей, с металлочерепицы и так далее. Теперь получается, что по факту мы имеем. Мы имеем с вами дом с ремонтом. Вот здесь я тоже хожусь. Здесь прям тепло и комфортно. С потрясающими видовыми характеристиками. Опять же, да, здесь у нас есть душевая. А кто-то мог вместо сауны здесь сделать себе комнату лишнюю. Но я думаю, что сауна это тема для бани. Ой, извиняюсь, для дома. Ну и, конечно, здесь скоро будет у нас лестница. Что еще хочется вам сказать. Данный дом продается всего лишь за 16,5 миллионов рублей. И у данного дома есть все документы. У данного дома есть газ. У данного дома есть вода. У данного дома есть потрясающие видовые характеристики. И самое главное, наверное, данный домик действительно заслуживает вашего уважения и внимания. Я для вас специально сегодня снял два дома, чтобы каждый из вас мог выбрать. Вот пишите, что вам больше понравилось. В этом доме в стиле хай-тек с ремонтом, сауной, ну, на 3,5 соток земли. Либо же вам больше понравился дом за эти же деньги, 16,5 миллионов рублей, но на 5 соток земли, но с видом на море. Здесь все-таки вид идет у нас на горы. Хотя, знаете, даже чуть-чуть прям полоску моря тоже с той стороны видно. Вот в сторону Абхазии, когда смотрим, тоже немножко видно. Ну что, прожимаем оживнейший лайк, потому что это действительно нормальный дом, который не стыдно показать. И я, конечно, всегда знаю, что застройщики говорят, там, вот я сделаю то-то, то-то-то, но я привык, что обычно это обещание. Но посмотрите, как все хорошо сделано, как все сделано круто. В итоге мы с вами получаем дом с тремя спальнями, получаем с вами эксплуатированную кровлю, но я получаю с вами относительно невысокие цены. И все равно, как все-таки продумали, сделано офигенно, да? Взяли просто, изолировали, смотрите, здесь подсветку дома. Ночью этот дом светится просто, просто бомбически. Все, ребят, много заплей, кто-то скажет, нравится покупе. Ну, ребят, мне, может быть, и нравится, но я не готов жить пока в доме. Ну, не готов. Я не хочу, я ленивый, ленивый в плане дома. Я не хочу там ухаживать за за чем-нибудь. Я не хочу, ну, не хочу. Я не хочу там в дом каждый раз вкладывать деньги. Я не хочу у себя дома собирать толпу друзей, потому что у меня на это просто нет времени. У меня нет очень много детей, у меня нет времени собираться с родителями, со всеми, и вот просто сидеть и пить чай, курить кальян и понимать, что жизнь удалась. Нет у меня на это времени. Ну, нет у меня на это времени. А теперь пока.